и снова здравствуйте дорогие мои вот знаете вот в деревне есть соловьи поют сверчки где-то там чирик чирик я городской житель поэтому меня есть только дятлы вот у меня сейчас наверху там где-то сбоку слева справа непонятно да хотя живу высоко может быть они снизу но кажется что сверху сидят два дятла да и вот откуда у этих двух дятлов перфораторы они явно не умеют ими пользоваться ужас да но распаковывать надо потому что скоро вернется ребенок да и будет ну не до распаковок абсолютно а значит это видео у нас ну начало не столь интересно это было вот эти два пакета они отдельно интересны но вот эти вот тоже немножко интересно помимо прочего данное видео будет уже не просто там склеено ускорено да немножко будет обработано посмотрим насколько это интересно получается да и не забываем относительно этого момента ставить там какие-то комментарии может быть там что-то предлагать изменить улучшить ну то есть обрабатываем пытаемся сделать все это дело там ну как тут более веселее давайте начинать так ну смотрите китаец очень хорошо защитил да то есть здесь что-то находится хрупко ведь он наш целую наклеечку наклеил осторожно может разбиться он при всем при этом эти вот там вот четко кто-то явно ее осторожничал ай злые люди все-таки работают у нас на почте ну давайте посмотрим насколько все это дело в живом состоянии ко мне пришло подарков никаких нету стекло мокло мне было достаточно интересно посмотреть что она из себя представляет но вот видите да и более но вот 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 как думаете есть шансы на спасение шансы на спасение у этого стеклышка есть они нулевые ну при этом смотрите да точно так же как у нилкин на только одно отверстие без второго насколько так хорошо или плохо ну не знаю то там многие заявляют что это хорошо это норму все дела ну я считаю что так быть не должно давайте посмотрим что все таки был у нас в комплекте вот так вот симпатичненько было у нас запаковано для выгонения пузыриков или выгонения выгонения пузыриков салфеточка видимо влажная салфеточка но при всем при этом стеклу кирды откроем спор скажем давай другом возвращай мои бабки прислал мне разбитая щеклышка ну как вот тут я не знаю как так вообще вот можно по какой-то причине он решил что если он напишет осторожно все будет хорошо не угадал так дан 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 но видите еще реинстал это с помощью них можно приклеить и надеть его судя по всему не знаю вот наклейка такая вот ой вечно бесят меня смотрите абсолютный минимум да то есть вот пупырышки прям вот вот они чуть-чуть совсем лопаются все полопано при этом коробки целы телефон целы все хорошо в нашем случае регулярно ходящий ко мне телефон следовательно вы можете купить у меня из тех которые находятся в наличии я вам их отправлю из москвы они до вас добегут там но в среднем день там дней за 7 с вас будет цена ровно как у продавца то есть он сейчас стоит там порядка 4000 ну значит вас будет там 4 300 телефон достаточно простых характеристик да то есть тут ничего такого экстра нету это блэк вью а8 есть блэк вью а8 максимум конечно там пошустрее и так далее но особого смысла я не вижу да вот вполне вот этот подходит неплохо он у меня уходит а вот я совсем забыл к нему меня смотрите что-то пришло вот откуда у китайцев столько пенопласта них наверно дядя на пенопластовой фабрике работает это мой дядя прислал он нас тоже живет на гуталиновой фабрике вот они все в него упакуют если честно ребят меня вот этот уже расстраивает ребяту честно вот я вот этого не понимаю насколько помню я эти стекла заказывал моего любимого продавца стекол я был в полную уверенность что мне опять их пришлет вместе с китайскими палочками какой-то непонятной причине он их прислал видите отдельно ну если а например я заказывал бы это для себя да вполне возможно меня об этом устроил почему бы нет да то есть пришло стекло зато в отличие от мокалу да но надежно здесь лежит но я заказываю не для себя мне нужна розничная упаковка я эту розничную упаковку видел да и вот видимо с ним придется поспорить да давайте все дело убирать надоели мне эти blackview надоели мне эти blackview вот три упаковки которые меня очень сильно интересуют ну здесь я подозреваю опять да стекло не столь интересно а вот здесь прям очень 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 при всем при этом не успею я на него сделать никакие тесты потому что мне его сразу нужно будет отправлять вот есть такая штукенция называется она дроп шиппинг если не ошибаюсь это когда ты у себя на слайде ничего не держишь ничего не закупаешь а тупо даешь рекламу и если у тебя кто-то покупает и скидываешь кому-то и он это отправляет а ты вилку себе кладешь в карман некоторые вещи судя по всему так и происходит свежая модель в моем ассортименте ну я подозреваю она будет у меня стабильно находиться потому что она очень интересная что это у нас за модель это у нас леново вайп 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 здесь есть вообще нет нет здесь нету вайпом здесь есть p1 леново p1 не хочет что-то фокусируется ну и ладно что из себя представляет комплект давайте с комплекта начнем есть нас адаптер это тяжелый прям я не знаю очень тяжелый давайте посмотрим его в коллективистике ну вы знаете как то плохенько все это дело отражается ну давайте почитаем на выходе 5 и 2 вольта 2 ампера или 7 вольт 2 ампера или 9 вольт 2 ампера или 12 вольт 2 ампера двух амперник достаточно мощный говорят что такая мощь даже абсолютно ни к чему вроде как лучше более слабенький какой-нибудь адаптер для этого дела использовать давайте посмотрим глубже что у нас есть глубже у нас есть кабель стандартный и есть вот такая вот коробочка в этой коробке у нас находится элементарные вещи что-то с куэр-кодом с рекламой чего-то инструкция на всем понятном китайском языке на японский вот раньше соньки когда вышли первые приставки вот японский язык все изучали чтобы понять как пройти тот же самый резидент ревел вот а сейчас на китайский ну кто его знает этот китайский ну да ладно коробка это интересно выглядит красиво упаковка вполне сойдет на подарок значит сам телефон ну вы знаете достаточно приятно он сидит в руке у меня по какой-то причине сразу захотелось пальцем вот здесь привести у меня был htc1max здесь соответственно у него находилась такая вещь как сканер отпечатка пальцев здесь этого сканера нету и не совсем понимаю каким образом твоя крышечка должна сниматься потому что здесь видите нарисовано что здесь находятся слоты для карт памяти и для сим-карт как все это дело открыть я пока не знаю а надо посмотреть надо подумать итак открыл инструкцию не часто это делаю но на всякий случай в этот раз решила открыть инструкцию вот здесь вот есть маленькая такая вот выемка и в этой выемке все это дело открывается значит внутри у нас находятся не знаю даже как правильно сказать слайдер не слайдер видите как интересно у нас сюда оказывается нужны наносим карта учитывайте этот момент сюда нужны наносим карта вставляем ну сюда можно вставить микро sd к сожалению на вскидку сейчас не скажу до какой мощности поддерживает до какого объема памяти поддерживает а флэшки а я думаю у меня придет следующий телефон и я смогу сделать более полный обзор опять же ребята то есть если вам интересно да напишите что вы хотите увидеть в обзоре а я пока у буду включать заодно менять батарейку на фотоаппарате так давайте поищем язык который нам подходит нашем случае это будет русский значит этот телефон настолько интересен вот оставшееся время работы до 57 часов 29 минут за счет чего так получается все безобразие просто здесь аккумулятор 5000 миллиампер час нет не совсем понимаю по какой причине он не видит сеть не той стороной может быть я ее вставил да точно ребят вот здесь сбоку есть кнопка ее надо переключить после этого смотрите все прям сразу заработал он считает эту крышку закрытой так но что нас интересует в первую очередь нас интересует мобильный интернет это очень интересно значит я вставил sim-карту 4g sim-карту мтс и видите 4g без проблем ловит но в следующих обзорах я вставлю зато сюда еще и билайн значит что у нас play market у нас есть play market у нас работает ну предмети но можно будет позже опять же посмотреть знаете вот с одной стороны вот этот щелчок как-то непривычно с другой стороны а вот это одновременно является сканером отпечатка пальцев очень удобная на самом деле функция когда вот и начнешь пользоваться из нее потом обходиться не можешь ну качество снимков я подозреваю надо будет опять же делать отдельный обзор и собственно говоря от этого отплясывать давайте посмотрим что у нас пришло помимо всего прочего у нас пришло стекло опять да мой любимый продавец и по какой-то причине он тер все это дело взял и в пенопласте прислал смотрите да то есть зазоры минимально да то есть стекло подошло очень хорошо единственно да на камеру отдельного выреза нету на камеру отдельного выреза нету хорошо или плохо мое мнение не будем учитывать я считаю что так быть не должно чехол в нилкин серия спаркли узнаете я привык то что нилкин у него здесь сквозное на даем отверстие как сказать форточка потому что чехол этот ну на асусе имеет функцию флип ковер да то есть не открывая можно что-то делать здесь не знаю вообще вот эта функция есть или нету или тут можешь просто посмотреть там какие-то там пропущенное время что-то еще давайте попробуем в настройки за посмотрите сразу доступно обновление система на новую прошивку с п-1 а-42 с 285 16 52 раут да там по 142 то есть ребят телефон сразу по воздуху готов обновляться о чем это говорит это говорит о том то что очень хорошая прошивка здесь стоит сделаем по ярче не вижу я здесь флип ковера в любом случае с этой стороны такой ребрист некий выдавлена нилкин боковым кнопкам свободный доступ сверху все открыто снизу все доступно вполне симпатичное качество теперь вот тебя вынуть чтобы периодически у меня вот с вниманием телефонов из чехлов происходят какие-то проблемы и из чтоб тебя ну в этой ситуации мы просто наше это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено с помощью лома какой-то там матери все таки вынула из чехла и давайте с вами примере стекло защитное стекло от нилкин вот все таки этот дятел который у меня там что-то жужжит вот я вот его не понимаю что вот он делает что-то так долго и нудно можно жужжать значит здесь внутри полный комплект для монтажа здесь находится одна штука одна штука одна штука ну и что-то я вот это прочесть даже не могу так вы понимаете что это такое я не совсем понимаю что это такое это очень похоже на даже не знаю на что это похоже ну то она здесь есть для чего она здесь нужно я не знаю давайте посмотрим само стекло само стекло встает хорошо зазор минимально да то есть в этом отношении это нилкин ничего там нового увидеть я и не думал что увижу что какие-то проблемы единственное как какие проблемы могут быть с нилкин это но разбилась в дороге опять же чтобы она разбилась в дороге ну это надо очень сильно постараться да и ладно что удивительно да телефон большой достаточно тяжелый по качеству все сделано очень даже давайте посмотрим насколько он громкий например заходим в настройки как вот посмотреть насколько громкий телефон когда у тебя дятел с перфоратором кстати кстати вот очень интересно не понимаю я да вот nfc написано что здесь есть реально у леново у нее есть две модели вот там 58 по моему и 72 они немножечко отличаются одно из их отличий это вот как раз наличие беспроводной вот это вот возможности нам оплатить телефоном метро автобус троллейбус трамвай привязать карту банковскую к нему здесь по идее не должно этого было быть вот что тут высвечивается то ли это ошибка то ли это просто есть но на самом деле не работает мелодии и громкость и давайте посмотрим звук идёт с нижних колонок динамиков да и вот судя по всему звук получается стерео по громкости вот это тихая мелодия у меня звук вполне устраивает а значит по определенным причинам я подыскивал да с asus а на что перейти брал ленову вайп-шот ну у него аккумуляторы 3000 меня ну никак не устроил здесь аккумулятор пятитысячник поэтому вполне возможно я на ленову вайп-шот перейду смогу делать более предметные какие-то обзоры к нему к сожалению не столь много аксессуаров да но там что-то я думаю наверно смогу найти смогу сделать какие-то отзывы заведу сейчас отдельный раздел на канале он будет называться ленову вайп-шот 1 и собственно говоря там будут тесты и распаковки там предметов для него еще раз да этот телефон регулярно будет у меня наличие сможете вы его купить по цене продавца плюс пересыл на данный момент как ни странно он стоит всего там 80 небольшим тысяч то есть вот за достаточно интересные хорошие характеристики это в принципе ну абсолютно не цена за сим думаю все оставляйте комментарии заходите в группу вконтакте смотрите отзывы о распаковках оставляйте там свои и собственно говоря жду ваших комментариев замечаний и каких-то там может быть там предложение изменения относительно того как теперь стала обрабатываться видео да то есть мы сейчас с тем кто это делает перетираемся пытаемся понять как это должно выглядеть ну и собственно говоря развлекать будем вас поэтому ну ждем от вас каких-то замечаний до скорых встреч